Канал ЗАП-ТВ славится своей независимостью и непредвзятостью. Это площадка для любого гражданина, если ему есть что сказать по делу. Мы всегда предлагаем свой эфир для того, чтобы высказались все стороны той или иной ситуации, конфликта, темы, а порой и скандала и даже уголовного дела. Про концессии неверого и газификацию мы рассказываем давно. И как все читинцы хотим, чтобы газ дошел до читы. Сегодня в эфире ЗАП-ТВ интервью или даже, пожалуй, заявление Дениса Мерзлякова. Почему сейчас с вами находимся не в студии, не где-то там в офисе на Журавлево-40, а вот в лесу? В лесу мне просто безопаснее. По городу я перемещаюсь с охраной. Так сложилась ситуация. Я думаю, что необходимо рассказать немножко истории. В 2022 году мне позвонил господин Неверов и сказал, что для Читы есть возможность организовать газовый проект, то есть газифицировать город Чита. Был старая команда, был Неверов, который наделал ошибок. Не мне судить за его ошибки. Я старался изо всех сил, чтобы проект этот двигался вперед. Преодолевал в том числе и внутренние и корпоративные какие-то проблемы. Я не идеален, но я работал честно. Я двигался вперед для того, чтобы у читинцев был газ. В какой-то момент времени в компании начались сложности. Как я понимаю, это началось тот период, когда начали набирать школьные проекты. И самая большая, конечно, это глупость, в которой я говорил Неверов, что зачем вы это все грузите в одно ванок предприятия. Там газ, там классный проект, чистый. Тем не менее, я делал то, что мог. И набрали этого груза на предприятии. Начались проблемы. И к нам пришла новая команда. Новая команда, изучив историю Ванка, погрузившись в нее, ужаснулась тому наследству, которое ей досталось. Я ездил несколько раз в Москву, встречался с высшим руководством. Меня задали вопрос, как можно из вот этой ситуации выйти? Это уже Осман вас спрашивают? Да, это команда Османа, Эльдара Асинцева. Я набросал план антикризисный, не очень хороший. Но тут же предложил на него, что даже при этом не самом лучшем плане, при котором нужно дополнительное финансирование на достройку сети привлекать, можно было переместить риски в будущее. И даже при вот такой вот ситуации вытянуть этот проект. Мой план был в мае месяце принят. Я работал далее в полной убежденности, что новая команда тоже двигается в этом плане и пытается его реализовать. Но за прошедшие месяцы ни я, ни уважаемые чекинцы, да и вообще никто движения никакого не увидел. Сети мы также старались, скрипя зубами, строить, а по СПХР мы ничего не увидели. Даже проект на сегодняшний день так и не доведен до логического завершения. Место работы я получил охоту на ведьм. Так как у нас господин Неверов находится в определенном месте и предвидеть ему уже что-то сложно, а я, фигура заметная и я остаюсь на свободе, люди из новой команды решили свою обиду обратить на меня. В субботу, 10-го числа я приехал на рабочее место, на Журавлево, 40, поднялся на второй этаж, в свой офис. В Новосибирск приехал бухгалтер подрядной компании, не знаю зачем его пригласили. То есть меня попросили ее забрать, я ее забрал из гостиницы, привез в офис, мы поднялись на второй этаж. За нами сзади сразу же начали следовать. Люди в камуфляжной форме, зеленого цвета, вагнер с нашивками, вагнер в балаклавах. Я зашел в кабинет номер 205 и в кабинете присутствовали еще люди. Поставил рюкзак на свое рабочее место, повернулся и на меня было совершено нападение. Меня банально избили. Избили жестоко, глупо. Но лицо у вас, я бы не сказал, что особо пострадало. Да, все профессионально, побои сняты. Как я и говорю, били жестоко, но профессионально, да, там где не видно. И посадили за стол и дали ручку, сказали, пиши, пиши, вот, что брал, где брал, кому отдавал. А писать нечего. Поэтому избиения проходили несколько часов. В итоге я что-то написал под давлением. Их это удовлетворило, им это понравилось. И меня дальше переместили. Теперь я перемещаюсь по городу только в сопровождении уважаемых читинцев, которые, узнав об этой истории, сказали, что так быть не должно. Мне помогают, и я этому очень рад. Это придает мне сил. Сейчас что с газификацией будет? Видите какой-то выход из ситуации? Я уверен, даже сейчас можно вытянуть эту ситуацию. Я точно знаю, что люди, которые приехали сюда делать газ, прокладывать газовые трубы, подрядчики, проектные компании, они хотят дотянуть этот проект до конца. Они обращались ко мне с тем же вопросом, что делать, как быть. Деньги у них кончились. Новые договора с ними не подписаны. Сейчас из последних сил они сидят на паузе, последние деньги доедают и ждут, как будет дальше развиваться ситуация. Я прошу защиты у правоохранительных органов, потому что так быть не должно. Сейчас я, завтра рядовой четинец, другой гражданин России может попасть в такую же ситуацию, в полный беспредел. Это кошмар. Я прошу правительства Забайкальского края взять ситуацию под контроль, может быть, даже встретиться с подрядчиками, помочь найти нового инвестора, принять те сети, которые проложены, достроить их и дать четинцам голубое топливо. Я готов довести дело до конца. Такова версия Дениса Мерзлякова. Исходя из условий перед интервью, в этом сюжете не будет ни выводов, ни сличений с брифингом руководства Аврора ГАЗ, который прошел после событий 10 августа. Как будут развиваться события, смотрите в следующих выпусках на нашем канале. Вячеслав Бортницкий, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев, ЗАП-ТВ